Эй-хей-хей! Добро пожаловать на канал Люцийка! Меня зовут Богдан и я взял аватар своей дочки Люции, потому что в прошлом видео я получил вот этот красивый красный топик, вот на ней он сейчас сидит сверху, коралловый топик, хорош для девочек, переходите на мое прошлое видео и получайте. Ну а я ребята сейчас в совершенно новой игре и я здесь буду получать 4 бесплатные вещи и внимание, лучше делать в той последовательности, в которой я покажу именно в этом видео, как добывать все эти вещи. Если вы будете делать в другой последовательности, то я не гарантирую, что вы получите все эти 4 бесплатные вещи. И вот я здесь, на вот этой карте, где вот такой большой морской корабль и ребята идем плавать, идем плавать в это море, волн нету, тишина, покой, штиль и надо не прыгать ребята по морю, а надо плавать. Поэтому я сейчас нырнул и плыву, куда плыву ребята, плыву прямо, вон впереди такой большущий, большущий, как бы камень, но то не камень, а надо плыть именно в эту сторону. И вот сейчас я плыву вот сюда, посмотрите, здесь даже карта, похоже на карту. И вот сейчас заплываю за вот этот огромнейший булыжник и вот здесь, где-то вот в этом месте появляется ребята бейджик, посмотрите, бейджик появился, а значит первую бесплатную вещь, которую вы видели на картинке, я ребята получаю. Дальше для того, чтобы выйти с этого моря, надо ребята нажать вот здесь вот с левой стороны на вот это здание. Я нажимаю на это здание и переношусь на начало этой карты, на начало этой игры. И вот я здесь и теперь надо будет зайти в другой телепорт. Другой телепорт находится вот здесь, заходите в него и ребята, здесь надо поиграть с любым вот этим человечком в такую как бы мини-игру и заработать очки. Итак, ребята, я вот здесь подхожу к нему и как же здесь с ним играть? Сначала с ним надо пообщаться, он рассказывает, что надо сделать. После этого, ребята, надо нажать внизу на чемоданчик, на шестереночки, закрыть эти шестереночки и внимание, сейчас с помощью вот этих красных стрелочек надо сделать так, чтобы с правой стороны вот эта розовая полоска, она уменьшилась. Вот сейчас она увеличивается, значит я делаю что-то неправильно. Вот опять сначала. Сначала вот берем и зелененькую вот эту стрелочку, вот сюда ставим, смотрите, вот сюда на вторую позицию и розовая чуть-чуть уменьшилась. Дальше оранжевую уменьшаем, розовая еще уменьшается и красную вот сюда на вторую строчку ставим и вот она исчезла, эта розовая полоска. Вот такая победа в этой мини-игре и за каждую победу мы получаем два вот этих очка. Зачем эти два очка? Да для того, чтобы надо накопить 8 этих очков, то есть 4 раза поиграть в эту мини-игру, после этого телепортироваться опять в начало этой игры, подойти вот к этому аппарату и, ребята, купить здесь собачку. Вот эту вторую собачку я покупаю, может быть иногда первую надо будет купить. Вот прилетел второй бейджик на вторую бесплатную вещь. Мне повезло, кому-то не везет с первого раза, может быть две собачки человек покупает. Мне повезло, с первого раза я купил собачку, прилетел бейджик и я получил вторую бесплатную вещь. Дальше я опять перехожу вот сюда и, ребята, смотрите, надо экипировать здесь эту собачку. Вот эта собачка, я на нее нажимаю, хотя написано нету этой собачки, но на самом деле она есть. Вот она сзади меня, ребята, это собачка, надо ее обязательно экипировать и дальше открыть вот этот список, список вот этих мини-игр и я сейчас подхожу к первой мини-игре. Первая мини-игра, надо пообщаться вот с этим человечком, дальше опять нажать внизу на этот красный чемоданчик, нажать на шестереночки, закрыть и вот здесь будет вот такая мини-игра. Здесь надо очень быть внимательным. Первое, температуру с левой стороны надо постоянно понижать, чтобы она не повысилась до 100 градусов, иначе будет game over. Потом, после того, как вы понижаете температуру, вот высвечиваются вот такие штучки, надо нажать на единичку. Эта штучка означает то, что вот этот аппарат, по которому двигаются эти конфеты, он замедляет работу, эта лента. И для того, чтобы она не замедляла свою работу, надо ее как бы активировать. И вот иногда надо еще нажимать вот здесь внизу вот такая большая сумочка, когда она пустеет, надо нажимать, потому что вот эти конфеты, они не складируются вот в эти три ящика. И надо, чтобы каждый ящик накопил 20 вот этих конфет. И, ребята, постоянно надо нажимать, постоянно надо контролировать эту ситуацию. И вот я выигрываю в этой мини-игре. После этого открываю вот этот большой список этих мини-игр и перехожу к второй мини-игре. Вторую мини-игру вы уже знаете, поэтому я быстренько ее пройду. Но иногда, ребята, когда вы подходите вот к этой второй мини-игре, здесь так много людей, что просто-напросто невозможно подойти вот к этому человечку, который дает эту вторую мини-игру и невозможно сконнектиться с ним. Поэтому иногда придется перезаходить заново в игру, чтобы выбрать там, где меньше игроков и быстренько выиграть в эту мини-игру. Сейчас я выигрываю в эту мини-игру, перехожу к этому списку, к третьей мини-игре. Третья мини-игра, как вы видите, черненькая стрелочка направляет именно к этой третьей мини-игре. Я сейчас подхожу вот сюда, перепрыгиваю этот забор. И вот здесь вот такая детская спортивная площадка. И здесь стоит человечек, который, собственно говоря, и дает эту мини-игру. Надо с ним пообщаться. После этого нажать на чемоданчик. Нажать на шестереночки. После этого закрыть на крестик. И, внимание, надо опять нажать на чемоданчик. И выбрать очки. VR-очки. И после этого здесь все вот так вот помутнеет. Надо подбежать здесь вот к этим площадкам. И вот, допустим, подбегаете к какой-то площадке. И надо ее модернизировать. Вот, допустим, я подбегаю к этой горке. Выбираю модернизованную горку. Нажимаю. И она, видите, обустраивается, перестраивается. Дальше я перестраиваю вот эту качелю. После этого перестраиваю вторую качелю. И мне остается еще вот этот турник тоже перестроить, модернизировать. Вот я нажимаю, модернизирую. 4 из 4. Все получилось. И таким образом я выигрываю в эту мини-игру. Подбегаю опять к нему. Опять с ним дообщался. И теперь по этому списку я выбираю следующую мини-игру. Следующая мини-игра, слава богу, находится здесь рядом. Далеко бежать не надо. Подбегаете. Общаетесь. И сейчас опять после того, как вы дообщаетесь, надо будет нажать вот сюда на этот дрон. И сейчас начинается эта мини-игра. 60 секунд дается в этой мини-игре. Для того, чтобы пролететь маленьким этим дроном сквозь вот эти все колечки. И надо именно по центру пролететь этого колечка. Иначе не засчитается. Я вот сейчас летаю. У меня на компьютере подъем и спуск вот этого дрона регулируется с помощью двух кнопок. Это кнопки Е и Кью. После того, как я так пролетел, эти кольца исчезают и где-то опять появляются. Поэтому после того, как сейчас исчезло какое-то кольцо, которое я пролетел, надо повертеть этим дроном вправо-влево и найти следующее колечко. 7 секунд остается, 6 секунд я выиграл, я успел, я успел пройти все эти колечки. Сейчас я дообщался и бегу сейчас к этому списку. Нажимаю следующую мини-игру. Следующая мини-игра называется Пинг-понг. И я бегу по вот этим черным стрелочкам к этому человечку, который дает следующую мини-игру. Здесь самый короткий путь лежит через вот эти заборы, через частные дома. Поэтому я смело бегу и надо будет зайти вот в этот двухэтажный домик. Сейчас вход здесь вот с улицы. Я подхожу, захожу в этот дом. Так, нет-нет-нет, мне не сюда. Мне вот сюда надо подойти. И здесь, ребята, надо будет поиграть в пинг-понг. Пинг-понг это настольный теннис. Маленькие шарики настольные. И вот сейчас нажимаю на шестереночку, нажимаю на крестик и начинаю играть. Здесь две буквы А и Д. И, соответственно, надо нажимать на те буквы, с какой стороны стоит вот этот человечек. Вот сейчас я выиграю в эту игру пинг-понг. Кстати, за то, что вы проигрываете, тоже даются два балла. Поэтому здесь можно или выиграть, или проиграть. И после этого я перехожу к следующей мини-игре. Следующая мини-игра находится вот здесь буквально в двух шагах. Подходите к нему, вот к этому маленькому мальчику в синенькой каске. И надо с ним сконнектиться. Не всегда это легко, потому что здесь очень много игроков. Наконец-то освободили мне место. Я нажимаю на кнопочку, начинаю с ним общаться. Пообщался, поговорил с ним. И он сейчас даст мне следующую мини-игру. Следующая мини-игра заключается в том, что надо ответить правильно. И пройти вот эти все четыре мини-игры. То есть в одной мини-игре четыре мини-игры. Я выбираю первую сейчас мини-игру. И сейчас она что-то не получает. А, я забыл нажать на шестереночки. Вот, нажимаю на шестереночку. И посмотрите, написано, что надо температуру вот этого градусника поднять до 72 градусов. Я нажимаю на плюсик, поднимаю до 72 градусов. И первое задание я сделал. Вот такое легкое задание. Второе задание. Сейчас, так, где, где задание? Наверное, что-то я опять не нажал. А, на шестереночку надо нажать. И сперва, ребята, я растерялся. Здесь четыре комнаты. Один, два, три, четыре. И, ребята, что-то надо было сделать. В третьей комнате я заметил, какой-то хомячок начал бегать. И, я понял, я понял, что надо сделать. Надо, если вот в какой-то комнате появится хомячок, надо нажать на восклицательный знак. И, когда вы нажимаете, вы как бы сфотографировали. То есть, нашли этого хомячка. Эх, где ты, хомячок? Куда ты спрятался? Надо его сейчас поискать. И вовремя нажать на восклицательный знак. Кажется, он в третьей комнате был, этот хомячок. Вот он, вот он. Ой, я не успел, я не успел. Сейчас. Вот, наконец-то, наконец-то он вышел. Я нажал на восклицательный знак. И я поймал этого хомячка. Это следующая мини-игра. Дальше будет третья мини-игра. Итак, нажимаю на вот эти шестереночки. И здесь написано, что надо поднять до 45%. Вот 45% я сделал. Все, я выполнил это задание. Четвертое задание. Четвертое задание. Опять нажимаю на шестереночки. И здесь надо просто, ребята, прощелкать 4 раза. Все, 4 раза я прощелкал. 1, 2, 3, 4. И задание сделалось. Дальше я выбираю из этого списка следующую мини-игру. И иду в направлении вот этих черных стрелочек. Итак, я уже пришел. Долго-долго шел. И я пришел. Какое будет сейчас задание? Сейчас мы узнаем. Я с ним общаюсь. Пообщался. Сейчас опять-таки что-то. Вот. Тоже похоже на очки. Но я даже не знаю, что это. А-а-а. Ребята, здесь будут вопросы. На все эти вопросы, ребята, сразу же я вам скажу ответ. Ответ здесь самый первый. Это первый. Вот зелененький. На вот этот зелененький ответ надо все время нажимать. Независимо от вопроса, правильный ответ. Это вот этот первый ответ, который высвечивается все время зелененький. ЕС, 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 ЕС. То есть тут написано, что ЕС, кофемашина, это автоматическая. Там стиралка тоже автоматическая. Миксер тоже автоматический. Холодильник тоже автоматический. И вот все время надо вот так нажимать на первый ответ. И все. И вот такая мини-игра. Какая-то странненькая. Но вот так она проходится. Следующая. Следующая мини-игра. Я уже потерялся в этом длинном списке. Уже не знаю, куда нажимать. Кажется, надо вот сюда нажать. Я нажал и побежал. Я побежал к следующей мини-игре. Хорошо, что здесь есть вот такая черненькая стрелочка. Не запутаешься, не заблудишься на этой карте. Она зовет меня вот в это здание. Похоже на школу. И сейчас захожу вот в этот класс. И вот здесь учитель будет давать мне следующее задание. Следующую мини-игру. Я с ним пообщался. После этого нажимаю на этот чемоданчик. И выбираю вот здесь опять VR очки. Все помутнело. Мне надо что-то здесь сделать. А что здесь делать, понятия не имею. То-то здесь не то. Наверное, надо опять куда-то нажимать. Наверное, опять надо будет нажать на этот красный чемоданчик. Потому что что-то здесь нету коннекта вот с этим аппаратом. Нажимаю на чемоданчик. Да, действительно, надо нажать на чемоданчик. Нажать на шестереночки. И тогда заработает вот этот аппаратик. И в этом аппаратике, ребята, надо будет выбрать. Сейчас я вам покажу. Вот эту штуку. Я не знаю, что это за штука. Но именно ее надо выбрать. После этого задание выполняется. Сейчас я договариваю с этим учителем. Сейчас договорил. И все. Надо будет сейчас бежать в другое место. Ребята, опять нажимаем этот длинный список. Выбираем сейчас следующую мини-игру. И бежим, 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 бежим. Вот сюда, в начало. И здесь, опять-таки, надо с ним пообщаться. Сконнектиться сначала. Потом я с ним общаюсь. И он мне сейчас опять даст какое-то задание. Я сейчас с ним договорил. Сейчас нажимаю на чемоданчик. Нажимаю на шестереночки. Вот здесь довольно тяжелое задание. Но я вам сразу скажу, как его сделать. Сначала у вас высветятся все вот эти стрелочки. Не заполненные. Пустые, беленькие. После этого вам надо заполнить их. Заполнить, то есть нажать на кнопочку и выбрать правильную кнопочку. Так вот, ребята. Первый пункт – это последняя кнопочка. Второй пункт – это первая кнопочка. Третий пункт – это последняя кнопочка. Четвертый пункт – это вторая кнопочка. Ребята, поставьте на стоп-паузу это видео. Перепишите на листик бумаги правильные ответы. И после этого ведете у себя. Нажмете внизу на кнопочку. И мышка ваша побежит на выход из этого лабиринта. Она должна найти выход с этого лабиринта. Вот сейчас я дойду до выхода. Ура! Супер! Игра пройдена. Игра пройдена. И где бейджик? Где бейджик? Я вроде бы все мини-игры проиграл. Но, наверное, все-таки, ребята, я в этом списке кого-то пропустил. И, ребята, это точно. Я пропустил вот здесь. Вот эту мини-игру я пропустил. Потому что надо будет подняться на второй этаж. На второй этаж. И вот здесь находится последняя мини-игра. Я подхожу, пообщаюсь. И мне дадут еще одно задание. Я поговорил. Нажимаю сейчас на красный чемоданчик. Нажимаю на вот эти шестереночки. И вот какое здесь задание. Надо здесь, как у вас выставлены эти ноты. Потому что у каждого будут ноты по-разному выставлены. И вот, посмотрите, самый низ. Это первая нота, которая в самом низу. Соответственно, точечку вы можете поставить в самом низу. Дальше вы считаете нота, на какой строке находится. И, соответственно, эту строку вы выставляете у себя вот этими синенькими палочками. После этого здесь... Ооо, я нажимаю на то, что я сделал это задание. Прилетел бейджик. Прилетел бейджик на третью бесплатную вещь. И я ее получаю. Третья бесплатная вещь, кстати, это вот этот крутой рюкзак. Дальше. Дальше для того, чтобы пройти этот весь ивент. И получить четвертую, последнюю бесплатную вещь. Я перезашел в эту игру. Сейчас надо попасть вот сюда. Опять на эту локацию. Там, где мы плавали. Плавали в этом море. И вот я здесь, на этом берегу песочном. И забегаю на эту пристань. И бегу, поворачиваю налево. И здесь стоит еще один человечек, который даст мне следующее задание. Вот этот аквалангист. И сейчас я с ним пообщаюсь. И он мне даст следующее задание. Я поговорил с ним. Нажимаю на красный чемоданчик. Нажимаю на VR очки. Все помутнело. Высветилось. Что мне надо найти 0 из 10. Точнее не 0 из 10 надо найти. Надо найти 10 мусоров. И ребята, когда вы находите вот этот мусор. Сверху высвечиваются цифры. Минус 67, 12. Надо там, где буквочка Х, написать минус 67. Там, где буквочка Y, написать 12. И сейчас вот последний, последний мусор. И я попробую еще раз объяснить, кто с первого раза не понял, что надо сделать. Подгребаете сюда. Нажимаете на Е. И вот буква Х и буква Y. Возле буквы Х 189 я ставлю. А возле буквы Y я пишу минус 2. Минус 2, ребята. Не просто цифру 2, а минус 2. И только так собираются вот эти 10 вот таких предметов, которые находятся на дне этого моря. После того, как вы нашли эти 10 предметов, ввели вот эти цифры, вы начинаете прыгать от радости. Потому что это задание вы тоже сделаете. И бегом-бегом надо проплыть или прискакать вот к этому аквалангисту, который вначале и дал мне это задание. Еще пару метров я прыгаю к нему. Обязательно к нему надо подойти, потому что он зафиксирует, что я это задание сделал. Я сейчас к нему подошел, пообщался с ним. Вот когда я с ним дообщался, высвечиваются с левой стороны вот эти кнопочки. И я переношусь опять в это начало игры. Я переношусь. Я вот здесь. И бегу, ребята, в следующий телепорт. Следующий телепорт, это телепорт в лес. В густой дремучий лес. Я захожу в этот телепорт, переношусь. Когда вы находитесь здесь, здесь надо подойти только к одному человеку. Вот к нему, к последнему. Именно к нему надо подойти и поиграть в его мини-игру. Из этого списка к другим подходить не обязательно. Ну, если вы хотите просто поиграть здесь, можете и к другим подойти. Но для того, чтобы получить бесплатную вещь, надо подойти именно к нему. Я подхожу, общаюсь с ним, нажимаю на чемоданчик, выбираю VR очки. Здесь с помощью них я начинаю видеть вот эти предметы. 5 предметов, которые мне надо найти. Это 5, я так понимаю, камер. Они находятся на этой локации. И сейчас мне надо быстренько пробежаться и найти эти 5 камер. Одну камеру я уже нашел. Вот вторая камера. Внизу я вижу третью камеру. Подбегаю, собираю, поворачиваю и бегу прямо на водопад. И, ребята, не забывайте, что с вами должна бегать собачка, которую я экипировал в самом начале. Я подбегаю к этому дереву, нахожу здесь четвертую камеру, поворачиваю вперед, здесь неподалеку находится пятая вот эта камера. Пятая камера хорошо видна и быстренько к ней надо сейчас подбежать и собрать эту пятую камеру. Этот ивент довольно-таки длинный ивент. Я его проходил где-то минут 40. С помощью этого видео, я надеюсь, вы пройдете быстрее его. Но я, видите, и записывал видео, и снимал, поэтому у меня это все дольше получается. Дальше, ребята, я нахожу, нажимаю на шестереночки. И, внимание, смотрите, что здесь надо сделать. Здесь надо прощелкать вот эти пять локаций, нажать на восклицательный знак на этих всех пяти локациях. Вот, смотрите, сейчас я буду это делать. Раз, два, три, четыре, пять. И все, вышел зайчик погулять. Вот так легко и просто можно пройти это задание. И высвечивается бейджик, а значит, я получаю четвертую бесплатную вещь в этой игре. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал Люцейка. С вами был Богдан. Всем пока-пока.